Сегодня днём в детскую поликлинику привели мальчика, который гулял по улице один, без верхней одежды. Потом нашлись и те, кто оставил ребёнка без присмотра. Двухлетний ребёнок не плачет. Сотрудники детской поликлиники его согрели, дали печенье и попить. Мальчика в одной футболке привёл сюда случайный прохожий. Сказал, у меня у самого трое детей неравнодушный мужчина. Маленький ребёнок ходил по улице без верхней одежды и без присмотра. Как выяснилось позже, он самостоятельно ушёл из детского центра «Чадушка», который находится совсем рядом с детской поликлиникой. Нет, я детей не оставляла одних, там всё время со мной специалист по работе с детьми. Я ей сказала, я господи, спущусь в машине, чтобы взять деньги и купить. У меня кончилось моё лекарство и не проверила двери. Пока я ковырялась в машине, искала, сумка была в багажнике, ребёнок новенький, он вышел. В детский сад «Чадушка» двухлетнего мальчика отдали, подтверждает его мама недавно. Для того и это логично, чтобы ребёнок был под присмотром, а не наоборот. Воспитатель пытается просить прощения у родителей малыша. Это патологическое преступление, что такие вещи нельзя делать, нужно было проверить дверь. Но просто за 7 лет это первый раз такое. И для меня это трагедия, потому что я очень давно работаю с детьми и знаю, что тут оплошность – это сродни преступлению. Поэтому я знаю, что я видовата. К счастью, с ребёнком ничего страшного не произошло. Врачи говорят, что сильного переохлаждения нет. Видимо, поэтому мама мальчика решила простить воспитателей «Чадушки». Нет, я не буду определять никаких пытений. Почему? Ну, потому что я знаю, что у неё дверь всегда, в принципе, закрыта. Это просто, видимо, исключение. Бывает такое самое главное, что ребёнок нашёл, что я здоров. Но что могло случиться, даже страшно представить. Двухлетний ребёнок без присмотра на парковке, где туда-сюда снуют машины, и рядом оживлённая дорога. Полицейские обещают выписать предписание и провести в детском центре «Чадушка» профилактические беседы. Если бы такое произошло в муниципальном детском саду, то финал у этой истории был бы совсем другой. В случае с частным детским садом всё на откуп тем, кто работает сам на себя. Олеся Торбенкова, Максим Максимов, Наталья Красавина. Новости дня.